В Казахстане полдень. О главных событиях к данному часу рассказывают корреспонденты 24 КИЗ в студии Батаго Саркулова. Здравствуйте. В Западоказахстанской области сохраняется стабильно сложная паводковая ситуация. Спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме. В регион встануты дополнительные силы и средства со столицы Аксюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангостаусской областей и области Абай. Сотрудники ДЧС ведут поисково-спасательные работы на территории подтопленных районов близ города. За ночь эвакуировано больше 60 жителей дачных участков, 100 собак и кошек. Вместе с тем военные, волонтеры и местные жители помогают с укладкой мешков с песком. Отмечу уровень воды в реке Жаек накануне повысился на 8 сантиметров. В Западной Казахстанской области продолжается мониторинг уровня воды в реке Жаек, оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа. За прошедшие сутки из садового общества «Сеновик» в городе Уральск спасено 4 человека и эвакуировано 61 человек. Ранее остальные жители заблаговременно были эвакуированы. В пунктах временного размещения находится 1497 человек. Остальные жители разместились по родственникам. Обход данных домов на наличие оставшихся жителей продолжается. Вон она на крыше, видишь? Вон она пришла. Далее наш эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Ельдана, приветствую вам слова. Добрый день. Всем известно, что Полударскую область Павлович тоже затронули, но мы сейчас находимся в зеленой зоне. И свою именно гуманитарную помощь мы начали с наших регионов, с наших пострадавших сел. С 1 апреля мы открыли областной пункт сбора гуманитарной помощи. Оказали помощь спасателям Актогайского района. Первым делом это сел Жаловло и Шолоксор. Также 6 апреля мы повторно выехали, но уже оказали помощь именно 15 семян, которые пострадали. Мы распределили продукты питания, средства личной гигиены, также продукты для спасателей в общем объеме около 3 тонн. Позже мы решили оказать помощь именно соседним нашим регионам. 8 апреля мы открыли трехдневный сбор для оказания гуманитарной помощи в Акмолинскую область. 12 апреля мы выехали, но также стало известно, что в северо-казахстанской области начался потоп именно города Петропавловск. Было решено также параллельно отправить гуманитарную помощь именно в северо-казахстанскую область, но в Акмолинской области мы оказали помощь именно городу Атбасар. Также по пути и в районе мы решили тоже оставить, потому что при нас мы как раз увидели, когда затопило именно село. 18 апреля мы повторно решили собрать гуманитарную помощь именно с северо-казахстанской области. Первая наша помощь была 3 тонны, потом мы оказали помощь именно 20 тонн гуманитарной помощи. 18 апреля в городе Петропавловске общий объем гуманитарной помощи около 60 тонн. Также помимо нашего областного штаба оказывают помощь именно предприниматели, не говоря уже о районах, которые расположены. Иртышский район оказал помощь Петропавловску. Буквально каждый день гуманитарная помощь отправляется в северо-казахстанскую область. В сборе гуманитарной помощи, как я думаю у всех штабов оказывают это представители малого и среднего бизнеса. К нам также подключились депутаты маслехата всех уровней, это городских, областных, районных маслехатов, этнокультурные объединения, Ассамблеи народа Казахстана, вузы очень активно с нами работают. Также студенты колледжей, это наши волонтеры, молодежные организации. И в целом жители приносят всю гуманитарную помощь именно к нам. Мы все еще продолжаем принимать гуманитарную помощь в нашем центре на ЛОМО-38 каждый день с 9 утра и до 10 часов вечера. Но также есть возможность привести ночью, если вдруг кто-то отправляет помощь с других районов, все, есть возможность только привести ночью. Следующую гуманитарную помощь мы планируем продолжать оказывать в северо-казахстанской области. Каждый день информацию мы обновляем. Есть у нас рабочая группа, где сидят все представители организации, учебных заведений, в том числе и маслехаты, представители маслехатов. И как раз-таки совместно с Акиматом области мы сейчас готовим закуп следующего продукта, который попросила именно СКО. Сейчас они просят, конечно же, приоритеты в воду питьевую, но буквально недавно в большом объеме вода была отправлена. Сейчас вот завтра и сегодня будем запрашивать обновленную информацию и в процессе закупа будет меняться список по нужде именно этого региона. Рахмет. Рахмет, следующее слово Евгении предоставляется вам. Вы на связи. Евгений. Всем здравствуйте. Меня зовут Евгений Соловьев. Североказахстанская область. Я нахожусь и проживаю как раз-таки здесь. На самом деле, хотелось бы выразить большое соболезнование всем тем, кто пострадал от паводков вне зависимости от регионов и страны, потому что ситуация действительно, правда, тяжелая. На данный момент у нас открыт по адресу Султана Зарабаево 69А круглосуточный гуманитарный пункт. Если подбивать итоги за прошедшую неделю, а именно 7 дней, то только за эту неделю мы 100 тонн гуманитарного груза, включая продукты, гигиенические средства, медицинские препараты, в том числе и огромный поток воды, мы раздаем жителям, те, кто нуждается. То есть, понятное дело, что это с предоставлением удостоверения личности, с предоставлением адресной справки или других подтверждающих документов. Сейчас наша работа поделена, в принципе, на три важных этапа. Первый этап. Сейчас работают ребята, которые работают именно сами на земле, то есть это поисковые спасательные действия, есть лодки, есть должное оборудование, те же самые спасательные жилеты, и они выезжают по таким селам, которые потоплены именно в данный момент, и где жителям нужна экстренная помощь. То есть, дальше следующее направление – это гуманитарная работа. Мы понимаем, что круглосуточный пункт поддерживается всегда, мы разгружаем, принимаем гуманитарную помощь, раздаем ее, делаем адресную помощь, которая есть у нас по адресам, в случае, если есть такая необходимость. Мы тут же собираем все данные и, соответственно, уже отрабатываем точечно этих людей. То есть, на данный момент у нас на складах еще осталась вода в резерве, и буквально сегодня 20 тонн воды приедет, и буквально через пару дней еще 20 тонн продуктов. То есть, работа, в принципе, ведется. Поддержка эвакуационных пунктов – это третье направление, которое сейчас у нас есть, потому что мы понимаем, что волонтеры, как жители города, области, они должны поддерживать именно эвакуационные пункты в том числе. То есть, отправляется и провизия, и необходимые, соответственно, пункты, которые нужны для эвакуационных пунктов. То есть, сейчас затронута у нас в сумме – это Большая Малышка, Вагулина, Пресновка, Соколовка, Долматова, Пенькова, Якорь, Виноградовка. И на Лобино – это вот сейчас самый акцент на те населенные пункты, которые мы делаем. И, понятно, сейчас большой акцент на сам город, на подтопленный район. На данный момент у нас 1400 человек, из них которые 100 человек стабильно выходят каждый день. И мы стараемся отрабатывать все эти моменты. То есть, есть практически все необходимое для того, чтобы работать. И мы продолжаем работать, и будем продолжать работать в любом случае. Ну, в любом случае, мы всегда рады той гуманитарной помощи, которая присылается из других регионов. И хотелось бы сказать спасибо большое и местному населению, которое понимает тяжелую ситуацию и продолжает помогать. И людям, которые отправляют гуманитарную помощь в Северный Казахстан. Сейчас ваша помощь действительно неоценима. Вы видите результаты работы госорганов, волонтеров. И понимаете то, что в любом случае, так или иначе, мы рады будем принимать любую помощь и раздавать ее самому населению. Спасибо большое всем тем, кто принимает участие. Отдельное спасибо волонтерам с чистыми сердцами, которые и днями, и ночами, ночуя круглосуточно в офисе, помогают населению вне зависимости от той ситуации, которая у нас есть. Спасибо большое всем неравнодушным гражданам, которые принимают участие в тяжелой сложившей ситуации. Спасибо. Рахмед, коллеги. Рахмед, коллеги. Сейчас уровень воды пошел на спад. При этом подъем реки Иссель у областного центра остановился на отметке выше 12 метров. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы жители областного центра могут столкнуться с прибытием новых объемов воды. Тем не менее, ранее спасатели заверяли, что ситуация находится под контролем. Дополнительных участков затопления не предвидится. Напомню, в первой половине апреля в регионе подтопило около 3200 жилых домов. Тогда эвакуировали свыше 13 тысяч североказахстанцев. Больше 230 тонн гуманитарной помощи собрали волонтеры Алматинской области для жителей западных регионов, пострадавших от паводков. В Западноказахстанскую и Атраутскую области в общей сложности доставили 170 тонн груза. В пути находится еще 60 тонн с товарами первой необходимости. Также была организована работа по учебно-оздоровительному досугу 170 учащихся из подтопленных регионов. Помимо этого отправлена 171 единица спецтехники для борьбы с паводками. Это погрузочная, инженерная, грузовая техника, водовозы и моторные лодки. Больше 50 случаев перелива и размыва дорог зафиксировали в Актюбинской области с начала паводков, в их числе областные и республиканские дороги. Без транспортного сообщения все еще остаются 7 населенных пунктов. Как в регионе восстанавливают автодороги в материале Гульданы Колен. Это далеко не озеро и не река. Это один из участков трассы Ахтубе-Уэлл. Покрытие дороги не выдержало потоков талых. Вот мы видим, как дорога обрывается, а часть асфальта размыта по сторонам. Добраться до Уэллского района оказалось задачей не из простых. Из-за того, что трасса обрывается, пришлось объезжать по грунтовой дороге. Как и следовало ожидать, мы застряли в грязи и выбраться удалось благодаря мимо проезжавшему участковому, который взял наш автомобиль на буксир. Как выяснилось, это не единственный разрушенный участок по пути в Уэлл. Вода смыла и подъездную дорогу в Уэлл. Данный участок уже отремонтировали. Теперь необходимо восстановить дорогу в село Каратал. Талыми водами в регионе размыло свыше 50 участков дорог. Большую часть из них уже восстановили. Правда, как признались в Акимате, в некоторых провели лишь легкую реставрацию. К примеру, отрезку дороги Иргиз-Нура все же понадобится капитальный ремонт. С начала ЧАЭС было повреждение в республиканской дороге Самара-Шимкент. Это в селе Нура. То есть там было повреждение моста. И по направлению Хандагаш-Эмбаш-Алхар-Аргасы. По областным дорогам. Это по направлению Шабар-Хадых, Ахтубе-Болгар-Шабар-Хадых. По направлению Покровка-Темар-Киньки-Ахэмба, областная дорога. По районным значениям пострадали основном это Уилские и Хабзинские районы. Талая вода не разрушила бы трассы, если бы их строили качественно, говорят эксперты. Традиционно с началом весны дорожный шок переживают не только актюбинцы, но и все казахстанцы. Отсутствие контроля – вот ключевая проблема. На каждую трассу там должен присутствовать технодзор, который отвечает за соблюдение технических требований строительства. Но, к сожалению, мы имеем очень много фактов, когда один и тот же технодзорщик может находиться в двух-трех местах одновременно, на трех объектах одновременно, иногда даже в разных областях страны. То есть говорит о том, что все происходит формально. Формально осваиваются деньги, формально ставится подпись технодзора. И в итоге, по большому счету, ответственности никакой нет за качество дорог. В рейтинге регионов по качеству дорог Актюбинская область на предпоследнем месте – это итоги 2023 года. На развитие транспортной инфраструктуры области в этом году выделили больше 5 миллиардов тенге. Деньги тратятся, а вот когда дороги станут качественными, вопрос остается открытым. Для Нахалияна Урсбая, Хурмангазе, 24КЗ, Актюбинская область. В ближайшие дни. Сложная ситуация сложилась и в соседней Тюменской области. Вода в реке Ишим продолжает подниматься. Идет эвакуация населения. В ряде районов ограничена подача электроэнергии. В странах Латинской Америки растет число случаев лихорадки Деньги. С начала этого года там выявили свыше 5 миллионов инфицированных. Показатель всего за месяц увеличился почти на 50%. В конце марта сообщалось о 3,5 миллионах заражений. В ООН заявили о чрезвычайной ситуации в регионе. Отмечается, что сильнее всего от вспышки пострадали Аргентина и Бразилия. Скончались от вирусного заболевания почти 2 тысячи человек. По мнению ученых, ситуация усугубилась из-за изменения климата. Комары, которые являются основными переносчиками заболевания, адаптируются к высоким температурам и размножаются быстрее, чем в предыдущие годы. Крупнейшее газовое месторождение Европы в Нидерландах закрыли из-за землетрясения, связанных с добычей топлива. Об этом сообщает Евроньюз. С 1986 года в провинции Гронинген на севере страны зафиксировали более полутора тысяч подземных толчков, вызванных буровыми работами. Из-за этого пострадали почти 100 тысяч человек. В 2018 году было принято окончательное решение о постепенном отказе от разработки месторождения. Однако несколько скважин оставались открытыми на экстренный случай. Компании-добычники обратились в суд за выплатами компенсации, поскольку огромные запасы голубого топлива остались под землей. И вновь в событиях в нашей стране. Журналисты сегодня вновь вернули в зал суда по делу Куандыка Бешимбаева. Сегодня судья Альжан Кульбаева сообщила, процесс идет в открытом судебном заседании. И для обеспечения принципов гласности судопроизводства, справедливого судебного разбирательства, суд считает необходимым допустить представителей СМИ в зал суда. Напомню, 9 апреля прессу удалили, так как одно из СМИ обнародовало лица присяжных заседателей. Моя коллега Динара Абдирова находится на заседании суда. Динара, приветствую, что известно к этому часу. Динара, приветствую, что известно. Разразили, по их словам, передача стороне защиты телефона может привести к полной потере вещественных доказательств. Прокурор же отметил, что телефон должен быть осмотрен только в ходе судебного заседания. Или его необходимо признать неосмотренным. Пока сейчас в столице продолжается следствие. Судья на прошлом заседании сказала, что адвокатам нужно начать готовиться уже к окончанию следствия и к прене. Кстати, я хочу отмечить, что это первое заседание судьи после угроз от неизвестных в адрес председательствующего по отделу судьи. Судью по отделу Бешимбаева взяли под охрану. Причиной стали угрозы, которые стали поступать на ее телефон от неизвестных. И пока полиция Астаны возбудила уголовное дело. У меня пока на этом все. Мы следим за процессом. Хорошо, Динара, спасибо большое. Держите нас в курсе. Напомню, в Астане продолжается судебный процесс по делу экс-чиновника Куандыка Бешимбаева. За ним следит моя коллега Динара Абдирова. Большую работу с агрессорами планируют проводить в рамках закона о криминализации семейно-бытового насилия. Дебоширов по решению суда будут принудительно лечить. Им запретят употреблять алкоголь и носить оружие. Психологическую помощь продолжат оказывать и жертвам. Айслу Махмутова с подробностями. Работать с агрессорами в Казахстане одними из первых начали сотрудники общественного фонда Розы Бекишевой. Они прошли специальное обучение и стали сотрудничать с органами внутренних дел. Индивидуальные консультации с семейными дебоширами показали. Почти все они нуждаются в психологической помощи. Причины разные. От детских травм до социальной неустроенности. А еще злоупотребление алкоголем, наркотическими препаратами и азартными играми. Мы сейчас работаем с 60 агрессорами. Из них, я скажу, 18, которые позитивно отнеслись к этой программе по работе с агрессорами, они стали на постоянной основе приходить, где-то консультироваться, где-то прям действительно идут на какое-то исправление уже. Да, ради сохранения семьи, ради своих детей, они уже прилагают какие-то усилия. А остальные, знаете, тоже бывает, иногда вот приходят, вроде бы у них появляется такое чувство, что надо, потом пропадают, потом начинаем мы их искать. Тоже с каждым человеком по-разному. Пилотный проект по работе с агрессорами в прошлом году запустили в пяти регионах страны. С домашними тиранами стали работать при кризисных центрах и общественных организациях. Обучили порядка 300 психологов. Под каждого абьюзера разработали индивидуальную программу. В сотрудничестве с международными организациями внедрили опыт, канадский опыт ОДАРа. То есть у инспекторов есть приложение специальное, по которому они могут определять риски бытового насилия в той или иной семье, с которыми они работают. То есть не прямыми вопросами, а косвенно, уже через психологические методы, они могут определить, присутствует ли в этой семье бытовое насилие или нет. Раньше, если работали постоянно с женщинами, работали уже постфактум. Сейчас мы уже берем курс по работе с самими агрессорами, то есть с правонарушителями. Это все делается для того, чтобы сохранить этот брак. Вместе с тем в рамках нового законопроекта агрессоров будут направлять на принудительное лечение в организации здравоохранения. Кроме того, им запретят контактировать с жертвой, оказывать на нее какое-либо воздействие, употреблять алкоголь, психотропные препараты, хранить и носить с собой оружие. По решению суда, если данная норма будет принята, на наш взгляд это очень эффективно. В первую очередь это профилактика, то есть профилактические меры, которые будут способствовать снижению бытового насилия и приносить уверенность жертве о том, что она защищена со многих сторон, потому что многие действия в семейном бытовом насилии как раз происходят на фоне алкогольной и наркотической зависимости. Причем в роли агрессоров могут выступать как мужчины, так и женщины, говорят специалисты. В любом случае закон будет защищать права и безопасность жертвы. Закон очень важный, очень необходимый, но вокруг этого закона очень много мифов. Первый миф, он связан с тем, что якобы закон защищает права только женщин, но это на самом деле не так. Там нет, когда речь идет о криминализации, ответственности за насилие, там вообще нет какого-то гендерного подхода, потому что если один мужчина, скажем так, нанесет легкий вред здоровью другому мужчине, ответственность будет точно так же усилена. Или условно это будут две женщины, одна женщина побьет другую женщину, ответственность будет точно такая же, равно так же, как если это будут отношения между мужем и супругой. К слову, по данным МВД, только за первый квартал этого года к ответственности в стране привлекли почти 34 тысячи семейных дебоширов. Айсулу Махмутова, Арстамбек Успанов, 24КИЗ. Другим темам, почти 5 километров брошенных рыболовных сетей обнаружили на Тасуткельском водохранилище в Жамбулской области. По словам специалистов инспекции рыбного хозяйства, они принадлежат браконьерам. Чтобы пресечь незаконную ловлю рыбы, инспекторы проводят профилактические рейды, а также участвуют в акциях по очистке водоемов. Подробнее расскажет Анастасия Сулейманова. Это кадры задержания браконьеров. В салоне машины инспекторы обнаружили больше 30 килограммов раков, выловленных без разрешительных документов. А в другом случае в багажнике автомобиля везли мешки с рыбой. С начала оперативно-профилактического мероприятия уже зарегистрировано порядка 10 фактов такой незаконной ловли с использованием запрещенных предметов. Нарушители оштрафовали почти на 145 тысяч тенге. В прошлом году во время нереста нами были задержаны 40 браконьеров. По всем фактам у нас возложено административное дело, и из них 12 дел направлен в суд. Всего оштрафовано на сумму 1 миллион 180 тысяч тенге. Со стороны браконьеров нарушение идет, когда они используют запрещенные законом орудия лова. Это острога, сети синтетические. Порядка 5 километров аналогичных сетей обнаружили на Тасоткельском водохранилище, которое является одним из крупных в регионе. Их нашли общественники и специалисты рыбной инспекции во время обследования акватории. Чаще всего брошенные сети – дело рук браконьеров, говорят инспекторы. С воды вытащены, с заброшенной сети также нами были убраны бытовые отходы, три КАМАЗа, которых мы в специально отведенное место выгружали. В дальнейшем у нас эта работа будет проводиться во всех водоемах Жамбурской области. Водоем очистили от мусора в рамках экологической акции «Таза Казахстан». Привели в порядок и берег. Специальной техникой вывезли больше 10 тонн мусора. Для очистки водоема использовали четыре моторные лодки. Зачастую отдыхающие оставляют немало мусора, загрязняют водохранилища и браконьеры, бросая сети. Это все отрицательно влияет на окружающую среду. Поэтому мы стараемся следить за чистотой водоемов. Такие профилактические рейды инспекторы проводят ежедневно. ОПМ «Нерест» продлится до 1 июня. Анастасия Сулейманова, Эльдар Байдельда, Жамбулская область, 24КЗ. В Павлодаре начался масштабный ремонт дорог. В этом году в областном центре уложат новенький асфальт на 14 магистральных улицах. Еще 28 планируют благоустроить тротуарами. Оператор асфальто-фрезерной машины почти неделю без отдыха. Говорит, затягивать с работы нельзя. Улица центральная и завершить ее нужно как можно скорее. В этом году рано начали работать. На благо города. Погода позволяет. Погожие дни в Павлодарской области долго не балуют, говорят дорожники. Но в таком деле спешить тоже невыгодно. Замена дорожного покрытия идет поэтапно, строго по технологии. До конца месяца на этом участке заасфальтируют проезжую часть. Дальше благоустройство улицы. После укладки асфальта организация несет гарантийное отъезд. Где-то какие-то нюансы, если будут происходить, тут же будут устраняться. Два года гарантия участка идет. В эту ремонтную кампанию новым асфальтом в Павлодаре покроют 27 километров тротуаров. Также обновят 9 улиц частного сектора. 28 улиц города будут благоустроены новыми тротуарами. На многих участках их никогда не было. С 2022 года в городе уже приведено в порядок почти 40 километров пешеходных дорожек. По всему Павлодару продолжается ямочный ремонт. В эту весну городские дороги сильно пострадали от талых вод. Дорожные работы в самом разгаре. Их обещают провести быстро и качественно. Ирбулабишев, Давлит Кошхарбаев, Марат Игриков из Павлодара, 24КЗ. Стихийную свалку устроили неподалеку от центра столицы. Люди вывозят сюда строительные материалы, бытовые отходы и даже запчасти разбитых автомобилей. За несколько месяцев площадь незаконного полигона достигла нескольких сотен квадратных метров. Только в прошлом году в городе с помощью космомониторинга выявили больше 200 стихийных свалок. С чем это связано и как эксперты предлагают решить проблему, расскажет мой коллега Рауль Габитов. Столичный вокзал красивый и просторный. Каждый день сюда прибывают десятки поездов. В Астану съезжаются тысячи людей не только со всего Казахстана, но и из других стран. Примерно в километре от меня расположен железнодорожный вокзал Нурлужол. И вот представьте, человек в первый раз приезжает в столицу, заезжает в этот небольшой двор. И что он видит? Перед ним раскрывается вот такая вот картина. Этой свалке как минимум полгода. Она растянулась до нескольких сотен метров. Это целые горы отходов, автомобильные покрышки, разбитые стекла и просто бытовой мусор. Можно здесь найти и нечто ценное. Ну я не знаю, я здесь не живу вообще-то. А что вы сейчас делаете? Да вон металл ищите. А, металл ищите? Здесь много металла? Ну бывает, как накопаешь. Часто приходите металл искать? Нет. Вот еще один пример. Девушка бродит по свалке в поисках дров. Не знаете, кто этот мусор сюда сваливает? Знаем. Дрова печь топить? Да, ну вот сейчас мы живем. Дом этот расположен прямо посреди стихийного полигона. Мы поговорили с жильцами. Они рассказали, что участок периодически убирают от мусора. Но поддерживать чистоту долго не получается. А вы не пробовали жаловаться? Да нет, мне что жаловаться. Вот какой смысл мне жаловаться. Она уже не возле меня высыпает. Там где-то высыпает. Смыслу нет. Разве приятно вам жить? Разве приятно жить? Ну мне в этом доме не приятно жить. Ну а что я могу сделать? А еще по соседству со свалкой есть жилой комплекс. Можно представить, какими видами из окна любуются жители дома по утрам. Ух, красота-то какая! Лепота! Всего в прошлом году в Астане выявили больше 200 несанкционированных свалок. Коммунальщики пытаются навести порядок, но их сил не всегда хватает. На рынке работают и частники, которые готовы за небольшую сумму помочь вывезти мусор. Некоторые из таких извозчиков как раз и прощаются с бытовым и строительным мусором на безлюдном пустыре или вдоль небольшой трассы. Делают это они, как правило, под покровом ночи. Проблем здесь несколько, я вижу. Во-первых, удаленность полигона. Это никому не охота ехать так далеко, чтобы вывозить мусор. Во-вторых, стоимость оплаты. Но я не вижу здесь большой проблемы, так как строительные компании получают деньги в любом случае при строительстве и при реализации квартир. В одном ЖК, я помню, при заселении жильцы оплачивали 32 тысячи тенге за мусор, за вывоз мусора. За грязнителями борется экологическая полиция. В прошлом году инспекторы оформили больше 600 протоколов за выброс мусора в неположенном месте. Общая сумма штрафов свыше 5 миллионов тенге. Но все же административный кодекс не позволяет наказать нарушителей в полной мере. Поэтому закон нужно ужесточать, считают специалисты Акимата. Вот вы привезли КАМАЗ мусора, на несанкционерном свалке были задержаны. Вас привлекут к ответственности административной. Данная ответственность в первый раз говорит предупреждение. Это тоже мера административного наказания, но предупреждили, чтобы больше преть не ввозили. При повторном нарушении вы привлекаетесь уже к ответственности. Штраф у нас практически тоже не очень много в сравнении с международным опытом. 60 у нас 20 месячных расчет показателей. Экоактивисты предлагают пойти дальше. Отслеживать нарушителей по камерам Сергек и лишать водительских прав. Наказание вполне справедливое, считают они. Но есть и другие предложения, более концептуальные. У нас в Казахстане уже действует с 2016 года расширенное обязательство производителей, которые позволяют данные отходы сбор, транспортировку и переработку субсидировать. И мы считаем, что только соединив эти две инициативы, в данном случае это законодательная инициатива поправки законодательства, а также создание условий по субсидиям для малого и среднего бизнеса, эту проблему можно решить. Согласно концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике, доля переработки отходов в стране к 2030 году должна составлять до 40%. Но достичь таких результатов удастся при одном условии. Если казахстанцы будут убирать за собой мусор и бережно относиться к природе. Рауль Габитов, Наурсбайхурмангаза, 24КЗ. А сегодня в мире отмечают День Земли. Тема этого года – планета против пластика. К 2050 году загрязнение мирового океана полимерами увеличится в 4 раза. Об этом заявили специалисты Всемирного фонда дикой природы. Подробности в следующем материале. Пластиковые бутылки, пакеты и одноразовая посуда – все это дрейфуют на поверхности одной из самых загрязненных рек в мире – Рио Лас-Вакас. Из-за накопленных отходов гватемальский водоем превратился в канал, по которому тонны пластика попадают в Карибское море. В него река выносит 20 тысяч тонн пластика ежегодно. Это данные нидерландской экоорганизации. Ее активисты проводят масштабные операции по очистке Рио Лас-Вакас. На прошлой неделе они заполнили мусором 272 грузовика. Никому не по силу выловить пластик в океане. Можно собрать его вдоль береговой линии, на пляже или на берегу. Но как только пластик оказывается в открытом океане, он пропадает с радаров. Ведь большая часть мусора опускается на дно или попадает на очень отдаленные пляжи, где никто не живет. Рио Лас-Вакас – это река, которая является основным выходом для неочищенных сточных вод Гватемалы. Не существует инициатив, которые могут изменить ситуацию и привести к улучшению и восстановлению этой водной артерии. Загрязнение реки Рио Лас-Вакас – это не просто локальная проблема. Пластиковый мусор, попадающий по стоку в Карибское море, угрожает всей экосистеме региона. Негативному воздействию пластика подвергаются 88% изученных морских видов животных. Они часто принимают мелкие частицы за пищу. Концентрация микропластика выше опасного порога уже зафиксирована в Средиземном, Восточно-Китайском, Желтом морях и Индийском океане. Мусор оказывает ужасающее воздействие на морских животных. Они все чаще становятся жертвами отходов в результате проглатывания, либо запутывания в них. С 2023 года, когда мы начали вести учет, мы выяснили, что до 40% животных, попадающих в наш центр, страдают от последствий загрязнения мусором. В 2050 году в океаны может попасть в 4 раза больше пластиковых отходов. Неутешительный прогноз дают специалисты Всемирного фонда дикой природы. Пластик распадается на мелкие кусочки из-за воздействия солнечного света и морских волн. Поэтому эффективнее работать с причиной, чем пытаться очистить воду, утверждают эксперты. Сандугаш Байгуаныш, 24 Киезет. К этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова